Зона Портофранко Зона Портофранко была создана с одной целью, чтобы привлечь инвесторов или поставщиков определенной продукции. Была создана зона, в которой таможенный тариф был ниже, чем в портах с традиционным таможенным режимом. Прежде всего надо понимать, что тут не было беспошлиной торговли. Это миф. Пошлина была. Просто она составляла одну пятую от стандарта, а впоследствии большую часть Портофранко – две пятые. Да, когда-то Одесса получала выгоду от наличия такой зоны. Но для того, чтобы что-то получить, надо иметь товар, который можно поменять, говорит историк. Если нам нечего ввозить, то нечего устраивать Портофранко. Всегда должно быть что на что менять. В зоне свободной торговли можно создать условия для выгодной продажи собственных товаров. Или привлекать чужие капиталы и товары. Когда-то эта система работала слаженно. Нужно исходить из нынешних реалий. То есть должны быть экономические расчеты. Насколько это выгодно. Что на что, опять-таки, я повторяю, мы будем менять. Потому что иначе это просто фигура речи. Олег Иосифович утверждает, прежде чем вести свободные торговые отношения, необходимо взвесить возможности города. Просто брать какой-то жупел из воздуха, из пространства и им жонглировать, это не имеет никакого смысла. Произошло переосмысление этого понятия. Политологи утверждают, спустя годы произошла подмена понятий. И зона свободной торговли сейчас – это политика в чистом виде. В том виде, в котором сейчас продвигается эта идея свободной экономической зоны Порто-Франко, она ничего общего с экономикой не имеет. Во всяком случае, тот законопроект, который подготовил народный депутат Искорик Пресман и Рабинович, он предполагает, например, создание свободной экономической зоны Порто-Франко в рамках всей Одесской области. Но такую идею, говорит политолог, осуществить невозможно. В случае такого отделения Одесской области создаются реальные границы и черты региона. В принципе, это смягченный вариант автономизации Украины, или в частности автономии Одесской области. Более того, это несет в себе и определенный элемент политтехнологии. По словам Артема Филипенко, создание Порто-Франко должно быть оправдано. Ведь такая торговля должна поднимать экономику страны и не идти вразрез с интересами государства. Смотреть, чтобы это работало на экономику страны, а не на карманы каких-то отдельных людей, которые разрешат спрятать свои какие-то средства. Именно так и выглядит новый проект. В преддверии выборов чиновники стараются обратить на себя внимание и привлечь электорат мифическими рассказами о свободном экономическом рае. Я не думаю, что сегодня пойдут на создание подобной экономической зоны в рамках Одесской области. Все понимают, что это политический проект. Зона свободной торговли в Одессе – это утопия. Пока приоритеты политиков будут стоять выше интересов города, ничего путного не выйдет. Ольга Голодова, Валентин Мерза, 7 канал. Роман, здравствуйте. Вот в последнее время в ряде СМИ муссируется активная тема о создании в Одесской области зоны свободной экономической торговли, аналогичной, ну, вроде бы, как Порто-Франко. Даже в Верховную Раду подан некий законопроект, который предусматривает включение в эту свободную экономическую зону всей территории Одесской области, которая является самой большой областью в Украине. Как вы думаете, что реально за этим стоит? Ну, давайте постараемся разобраться. Ведь Порто-Франко даже взят название с исторической аналогией, которая была у нашего региона, у нашего города, больше, чем два века, почти два века назад. И для того, чтобы хорошо понять, что в истории есть много положительных и отрицательных примеров. И не все положительные примеры истории, если в них разбираться детально, можно это адаптировать к нашим реалиям. И наоборот. Если вы говорите о создании на территории Одесской области, то Одесская область самая большая в Украине. Ее сухопутные границы насчитывают, мне тяжело сказать, но, я думаю, точно более 300 километров. Ну, точно просто. Более 300 километров протяженности. Вот, мне интересно, разработчики этого, они понимают, каким образом они будут охранять границы, вот эти вот 300 километровые, более чем 300 километровые территории Одесской области. Потому что, подчеркиваю, жесточайшесть таможенного контроля пересечения границы, это неотъемлемый атрибут Порто-Франко. Если этого не обеспечить, то фактически единственные люди, которые будут просто миллиардно обогащаться, это контрабандисты. Если тогда, через границу Старой Порто-Франской, были случаи, которые описаны в истории, когда люди покупали два дома друг напротив друга, и под землей рыли тоннели для того, чтобы товары перемещать, как говорится, с территории, где на них не уплачивают таможенную площадь, на территорию, где она обязана быть. Но переместив туда, они априори дешевле становятся, то есть, естественно, выгода уже налицо. То есть, только это обеспечило большие заработки людям, которые занимались, опять же, контрабандистам. Поэтому это первый фактор. Второй фактор, опять же, если детально рассматривать историю того Порто-Франко, которая была, то я могу сказать, что секреты успеха заключались не в названии Порто-Франко. Порто-Франко, то есть территория свободной торговли, это как хорошая таблетка, да, то есть, но она, опять же, ее нужно понимать, как применять, когда применять. Она должна быть своевременно подана и по, как говорится, методологии, которая описана врачом в рецептуре. И, наверное, имеет свои противопоказания. Однозначно. Одно из них, которое мы назвали. То есть, если не допускается условие жесточайшее закрытие границы, она работает во вред. Подчеркиваю еще раз, очень многозначительную деталь, которая говорит сама за себя. То есть, несмотря на то, что зона свободной торговли предусматривает восприятие человеческое, да, то есть, все импортируется, импортируется, импортируется. А вот тут самый главный секрет откроется, что за время существования Порта Франка наш Одесский порт обрабатывал экспортных грузов в 10 раз больше, чем импортов. В 1956 году население города Одессы и власти города Одессы, а тогда они слушались населения, обратились к высочайшему императору для отмены зоны Порта Франка. Это не было сверху спущено, это снизу было. То есть, население города обратилось к императору, чтобы эту зону Порта Франка отменить. И это заключалось в том, что город себя исчерпал, да, то есть, он дошел до границы, предприятия не развивались новые. То есть, земля, помещения внутри этой черты обладали просто астрономической ценой. Контрабанда усилилась настолько, что с ней уже невозможно было совладать. Купцы, помещики, предприниматели, назовем их так, которые жили, ну, не могла же вот эта территория Порта Франка впитать всех желающих. То есть, была огромная часть населения, которая жила вне, то есть, за чертой, так называемой, да. У них, может быть, были гораздо больше предпринимательской таланты, но они не могли их реализовать, потому что они не были, как бы, невозможно было купить клочок земли на этой территории. Дорого стоило, безумно дорого стоило. Клочок помещения безумно дорого стоило. В свою очередь, промышленность так и не заработала. То есть, заработала промышленность, которая обслуживала там мукомольные заводы, потому что на экспорт огромное количество зерна шло. Вот мукомольные заводы заработали на этой территории. Шерсть вычесываете мыть, да, вот эти заводы стояли. Но, как таково, это не было источником, детонатором запуска промышленности, которая работала бы на территории, тогда это была Архангельская империя, на территорию внутреннюю. Это вот не произошло с самого главного. Во-первых, в силу ограниченности ресурсов. Это все равно ограниченная территория. Во-вторых, в силу отсутствия мотива. Потому что когда все товары, которые здесь завозились и использовались для внутреннего потребления, они облагались одной пятой пошлиной от той, которая была установлена государством. И государство потом, уже практически сразу, в силу того, что невозможно отличить, помещики, вернее, как предприниматели, и тогда обладали достаточной смекалкой и объясняли, что мы это производим из внутреннего сырья, на самом деле за счет импортного, за которое не было уплачено пошлиной, и государство не хотело разбираться, из какого сырья. То есть все товары, которые потом из зоны Портофранка даже ввозились на территорию Российской империи, подлежали налогообложению. Таким образом, импортное сырье и импортный товар всегда был дешевле, как правило, в большинстве своем, чем внутренний. Таким образом, где стимулировалась промышленность? Проблемы сегодняшней состоянии экономики, что 24 года мы убивали единственную подушку плавучести, это производство. Все государство, все без исключения, предприниматели, власти, все. То есть никто не развивал производство, мало кто развивал производство, а именно производство обеспечивает подушку плавучести при любом кризисе, при любом потрясении. Работающее производство, иногда не обращаясь примеры сегодняшних стран, вчерашних, сегодняшних, которые, несмотря на дичайшие просто политические кризисы, если у них развитое производство, население не испытывало удара никакого. То есть экономика работала по-прежнему, и зона Порто-Франко априори не может этому способствовать. Она сделала дешевле товары за счет снижения таможенной площади, но тогда она достимулирует другие, как говорится, промышленно развитые районы или предприятия на территории другой территории Украины, других областей, которые занимаются выпуском этой продукции. Зачем? Если можно завести дешевле. Так вот, я хочу сказать, что есть механизмы, которые позволяют, я подчеркиваю, позволяют обеспечить запуск производства. И государство, и местные советы этим механизмами обладают. Вопрос слаженности действий. Я могу объяснить, например, как можно использовать элемент, просто маленький элемент зоны свободной торговли, элемент на территории Одесской области, во благо всей Украины. Так вот, для того, чтобы обеспечить конкурентное развитие нового производства, нужно давать стимулы. У государства есть целый механизм стимулирования новых производств. Начиная от нулевой пошлины на все оборудование, потому что, чтобы что-то производить, нужно сначала произвести средства труда, которые обеспечивают это производство. У нас, как правило, их не производят. Импортировать их и платить еще сверху налоги, пошлины и все остальные, это удорожает, производит к удорожанию капитальных инвестиций на начальном этапе. Поэтому государство должно определить, какие что, какие товары, в каком объеме, кстати, в Беларуси есть чему поучиться в этом вопросе. Они это сделали еще несколько лет назад. Какие товары, в каком объеме необходимы населению Украины для того, чтобы ставить их как приоритет, производство их как приоритет и обеспечивать людям, компаниям, которые собираются заниматься их производством, максимальную инвестиционную, как говорится, зеленый свет давать, гладкую дорогу. Так вот, государство может давать нулевую пошлину на средства труда, на производство, на, грубо говоря, станки в простонародье. А местные советы могут стимулировать землей, они могут предоставлять под конкретные производства, которые должны заниматься конкретным выпуском, номенклатуры этих товаров, землю, на льготных условиях. Например, бесплатно, но при определенных гарантиях. Первое, это количество рабочих мест, которые должен обеспечить предприниматель в течение года или двух лет. А второе, это определенный выпуск производства под конкурентным ценам, которые были бы на уровне с импортными образцами. Это все делается. То есть это спускаются индикаторы с Киева, со столицы, потому что только в рамках Минпромполитики или Министерства экономики можно обладать полной картинкой, как говорится, и цен, и конъюнктуру рынка мирового. А уже определенные элементы стимулирования могут давать местные советы. Вполне могут давать. Областной совет, городской совет, на местах, райрады. Ведь земельные участки под производство, сегодня они и так не приносят денег. Так выделите это под будущее производство. Сегодня ничего не делается. Дайте на пять лет освободить от уплаты земельного налога. Вернее, точнее, от уплаты за землю. Дайте их бесплатно. Но при определенном условии, подчеркиваю, что через год или через два года компания обязана в своем штате иметь тысячу человек для обеспечения такого количества выпуска товаров. Две тысячи человек. Вам это принесет такие доходы в местные бюджеты. То есть это даст старт развития экономик локальным. И это вполне возможно. Для этого не нужно огораживаться от всего мира рвами и всего остального. Но подчеркиваю, и тут нужно осмотреть очень хорошо историю Одессы. Развитие города до Портофранка было стремительным. Во время Портофранка стремительным. И после его окончания было стремительным. То есть динамика развития города была практически одинаковой, как до Портофранка, во время его и после него. Даже после него был достаточно сильный рывок. Потому что само Портофранка сдерживало развитие территории. То есть все было в рамках этой черты. Когда вводят систему Портофранка, она всегда обречена быть очерченной конкретной линией, которая очень жестко должна охраняться. Так вот, все лица, пересекающие эту линию, независимо от того, живет он там через 2 километра, едет на дачу к себе на Хаджибеевский, Лиман или куда. Я не знаю, где граница-то может проходить. Или выезжает в Киев, они подлежат 100%-ному таможенному досмотру. И любые новые товары, неважно, личное потребление, никто разбираться не будет, подлежат таможенному оформлению. И уплаты пошлины по 100%-ной ставке. Ну так оно устроено. 300 с лишним километров сухопутных границ, 20 рек протекающих, озера, море. Это все нужно жесточайшим образом охранять. Иначе смысла никакого нет, потому что это все превратится в прибыль для контрабандистов. Вы представляете, какой объем инвестиций нужно на первоначальном этапе, чтобы это создать только? Государство должно положить. Вот при этом бюджете, вот при этой экономике, которая сегодня, вы представляете, какой уровень инвестиций необходим на стартовом этапе для начала? Ведь Портофранко города Одессы 19 века указ был в 17-м году, в апреле, а заработало в 19-м. Два года. Роллеров готовились, укрепляли. Два года. С апреля 17 по август 1819 года. Если сегодня даже, я же говорю, в теории, предположим, я не знаю, там, примется законопроект, в теории. Вы представляете, для того, чтобы реализовать, какой объем это нужно? А зачем его принимать, если нет этого понимания? И те, кто разработчики, которые писали законопроект, должны первые, кто дать это понимание. Как его реализовать? Сколько денег необходимо потратить? Если не предусмотрена защита границы этой Одесской области, да, на уровне, как вот в Израиле, да, стена должна быть. То есть РОФ уже не поможет. С нынешними технологиями, РОФ, который был в 19-м веке, глубиной 2 метра и шириной 3 метра, он не поможет. То есть должна быть железобетонная стена, как это сделали в Израиле. Тогда да. Но объем инвестиций. Государство сегодня занимает деньги на внешних рынках. Это нужно будет объяснять не только внутри государства, а еще и снаружи. Они должны понимать, ради чего это все создается. И они, в отличие от наших, как говорится, очень неразвитых экономических людей, да, и политиков в первую очередь, задают вопрос, а что вы хотите с этого получить? То есть объясните экономику. И вот тут будет первый провал. Потому что экономическую идею, да, то есть любой законопроект, который требует выделения средств, должен писаться в первую очередь с четким пониманием, сколько этих средств поступит в будущих периодах. Не теории, что наш бюджет увеличится в два раза, в три, а конкретно за счет каких источников и на какие суммы. Вполне возможно, у какой-то части людей, которые являются драйверами, да, вот этой вот идеи, какой-то части людей, которые являются носителями этой идеи, очень как бы там истинное желание что-то улучшить. Мы практически ответили на все вопросы. Можем подытожить? Давайте подытожим. Меня основное, что интересует, что должен знать обычный человек о зоне свободной экономической торговли, если это действительно зона экономической торговли. Зона экономической торговли определяет жесточайший уровень охранных границ этой территории. Жесточайший. Это в прямом смысле слова должна быть стена. Неприступная, непреодолимая стена. Все люди, которые оказываются внутри этой стены, должны понимать, что они оказываются в резервации. Преодолевая эту стену, они фактически должны понимать, что они проходят всю процедуру таможенного контроля, как будто они пересекают ее и пересекают границу с другим государством. Хотя это их же государство. Но полностью таможенный контроль, они проходят. Все вещи, которые выходят, новые вещи в упаковке, все подлежат таможенному оформлению. Второй момент. Внутри этой территории все, что ввозится на свободную территорию, в зону порта Франка, так называемую, не подлежит таможенному оформлению. Либо есть нюансы, опять же, для внутреннего потребления, может подлежать какими-то ставками, как в Российской империи было. Одна пятая таможенная пошлина. Но подчеркиваю, что в первую очередь должна быть политика, ради чего это делается. То есть, если политика не предусматривает развитие конкретных производств, то есть, для чего мы это делаем? Первый вопрос, который нужно ставить, нам порта Франка для чего? Жить хорошо, мы уже жили 70 лет при коммунизме. Завтра будем жить хорошо, пройдет пятилетка, через вторую будем жить хорошо. И так вот до бесконечности. Вот все эти идеи, они сродни этому. Это все равно, что под, мы с вами говорили, под сберкассами, где люди получают пенсию, их можно понять, их нельзя в этом винить. Но они жили в том государстве, наверняка при Советском Союзе, при Совке, так называемом, и многим было лучше жить. К сожалению, что за 24 года это государство не сумело, предыдущие властители, доказать, что они что-то в пользу людей изменили. Но, к сожалению, это так, но это не значит, что не может быть по-другому. И вот представьте, что перед сберкассами, где люди получают пенсии, поставят палатки. Кто за то, чтобы мы жили в коммунизме? Естественно, при коммунизме. Естественно, все будут подписываться. Ну, это естественное желание. Жить хорошо. К сожалению, для нашего общества в большинстве своем неестественное желание спросить, а как вы это сделаете? Вот в этом ужас заключается наше общество. Что, а как вы это сделаете? Первый вопрос. И если на этот вопрос отделываются общими фразами, типа, посмотрите, как это было раньше, это люди не понимают даже, что они делают, что они творят. Если этого нету, то ищи другой смысл. Спасибо, Роман, за беседу. Спасибо. Спасибо.